Последний уикенд прошедшей недели во Владивостоке стал поводом повеселиться всем, кто оказался на намережной Цесаревича в жаркий и полный событий день. Повод для праздника приличный. Одной из самых популярных радиостанций города исполнилось 23 года. Для Леммы за почти четверть века существования устраивать мероприятия для горожан уже добрая традиция. На правах первой семейной радиостанции они устроили жителям и гостям Владивостока настоящую шоу-программу. Организовали в честь своего дня рождения, которое было 22 июля, организовали праздник здесь на набережной Цесаревича. Это место излюблено жителями города Владивостока, место семейного отдыха. И поэтому сегодня здесь мы празднуем свое, ну уже очень такое серьезное возрастное преступление, так сказать. Кроме основной сцены, с которой вещали харизматичные ведущие, день рождения Леммы отметился аниматорами. Те развлекали маленьких гостей мероприятия на все пять баллов. На сцене их коллеги раздували мыльные пузыри, танцевали и пели. К слову, музыки на празднике было более чем достаточно, причем самой разной. В один момент петь вышла даже Катя Гаврилюк, участница шоу «Голос дети» зажгла даже самых закрепощенных зрителей. В программе мы заняли юных артистов, которые принимали участие в шоу «Талантов», которое проходило на радио «Леммы». Это «Радуга талантов». Ребята также принимают здесь участие. И плюс это наши добрые друзья, артисты, исполнители города Владивостока и Приморского края, которые частенько бывают у нас в прямом эфире на нашей радиостанции. Организаторы ответственно подошли к наполнению развлекательной программы. Любой, кто подходил к сцене, не уходил до самого конца. А это, уверены на «Лемме», говорит само за себя. Впрочем, не забыли радищики поблагодарить и тех, без кого этот праздник не состоялся бы. Мы благодарим нашего генерального партнера. Это центр судоремонта «Дальзавод», который предоставил нам свои площадки, набережные Цесаревича. Это, конечно же, наши партнеры по технической организации. Это «Эдвин Групп» и «Ивент Стор». «Ивент Стор» – компания, которая с технической стороны помогла нам в организации праздника. Ну и все-все, кто вместе с нами сегодня дарит подарки гостям нашего праздника, им, конечно же, огромные слова благодарности. Количество партнеров, пожелавших поучаствовать в организации «Дня рождения Леммы», действительно впечатляет. Каждый из них внес весомый вклад, чтобы радиостанция вместе с жителями и гостями Владивостока в воскресный вечер могли погрузиться в атмосферу праздника, уютно и по-семейному развлечься и послушать живую музыку. В данном случае – в исполнении рок-группы «Радио Бэнд». Евгений Черемухин, Станислав Плазебный. Новости на Восьмом.